Дорогие братья и сестры Дорогие братья и сестры Это хорошая площадка для общения И Бог благословил нас очень хорошими разговорами Вообще, рад всех очень видеть И нету в моей жизни лучше места, как быть на собрании Русской Белийской Церкви Это самое приятное, радостное место, где хочется быть всегда И где сердце всегда присутствует Мы с вами пришли сюда, на это богослужение С разных, может быть, жизненных событий У кого-то в сердце тревога, у кого-то в сердце радость У кого-то, может быть, много суеты У кого-то много волнений, переживаний, надежд Мы все здесь сидящие люди Пришли с разными ожиданиями Несомненно, большинство из нас пришли поклониться Христу Но в целом у нас в душе есть разные настроения И поэтому моя молитва сейчас в сердце о том, чтобы мы каждый могли пережить И продолжить переживать наше личное общение с Богом Которое мы начали в наших молитвах Начали в наших песнях, продолжили размышления И сейчас будем вокруг Божьего Слова общаться со Христом И я очень рад всех видеть И хочется с каждым поговорить в отдельности Ну, начнем с такого общего разговора Давайте мы встанем, прочитаем Божье Слово Из послания к Олимпинам Я всегда настроен очень оптимистично Что смогу больше сказать проповедь, чем получается Поэтому с ней прочитаем отрывок с 9 стиха по 17 Но я не уверен, что мы сегодня все эти стихи сможем рассмотреть основательно Мы продолжаем изучать это послание с 3 главы со стиха 9 Мы закончили 9 стихом в прошлый раз Будем читать чуть дальше, ниже Ибо мы, соработники у Бога, пишет Павел А вы, церковь Божия Нива, Божие строение Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание А другой строит на нем Но каждый смотри, как строит Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного Которое есть Иисус Христос Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы Каждого дело обнаружится Ибо день покажет, потому что в огне открывается И огонь испытывает дело каждого, каково оно есть У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду А у кого дело сгорит, тот потерпит урон Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня Разве не знаете, что вы храм Божий И Дух Божий живет в вас Если кто разорит храм Божий Того покарает Бог Ибо храм Божий свят А этот храм вы Давайте мы помолимся Богу Одесса небесная, благодарны себе За то, что у нас есть Слово Твое Мы можем читать его Но еще благодарим тебя за то, что у нас есть Дух Святой Ты сам нам растолковываешь Ты сам нам объясняешь И ты помогаешь нам применять это Слово в нашей жизни Благодарны, что нет подобной книги во всем мире Это Слово Твое, это Слово к нам Боже, благослови нас У нас есть разные сейчас настроения в душах Переживания, надежды, радости, горечи Помоги нам сейчас благодатью Твоею Сконцентрировать свое сердце и внимание на изучении, понимании слова И пусть он принесет плод в нашей жизни К нашей радости и к славе Твоей Во имя Отца и Сына и Духа Святого Аминь Пожалуйста, присаживайтесь Последние две проповеди на первое послание к Олимпинам Мы с вами посвятили рассмотрению духовной незрелости коринфян Они даже удостоились такого современного слова, как кидалты И мы видели, как она проявлялась, их незрелость в отношениях к себе, самому понимания самих себя В отношениях друг с другом Как они спорили, ругались, конфликтовали Как они неверно воспринимали своих служителей И тем самым, опять же, делились на разного рода фракции По лояльности и восприятию тех или иных служителей в своей жизни Теперь же нам апостол Павел хочет показать нечто важное И это удивительно, на самом деле, читая то, что мы с вами прочитали прежде Теперь он желает показать, что вот такие вот неказистые, такие вот незрелые, такие вот конфликтные Такие люди неосновательные И все же имеют благодать от Бога участвовать в самом величайшем строительстве в истории цивилизации Которые когда-либо проводил Бог Они участвуют в строительстве Божьей церкви Они это плохо сознавали Они думали, что это они сами строят свою церковь Они сами созидают свое собрание Но Павел показывает, что Бог строит церковь И особенно здесь он обращается к лидерам церковного служения Когда человек понимает величие цели, ради которой он живет Когда он понимает замысел, в конце концов, своей жизни Тогда он пересмотрит всю свою жизнь Все сферы своей жизни Упорядочит их так, чтобы они максимально служили главной цели Павел не просто желает здесь укорить коринфскую церковь или коринфян Объяснить им пагубность их поведения Призвать их к тому, чтобы они жили мирно, не конфликтовали Это не его основная цель Он не просто хочет показать их проблематику Но он желает показать им, насколько они не понимают Божий замысел о церкви Насколько многого они лишают себя Насколько неразумно они препятствуют Божьему строительству Насколько много они мешают проповеди Евангелия в своем городе Насколько они лишены полноты жизни и радости жизни От того, что не видят этой большой картинки Божьего строительства На самом деле люди, которые плохо понимают суть Божьей церкви Или плохо понимают Божью работу в церкви Помните, мы говорили о том, что самая плохо понимаемая доктрина в этом мире Это доктрина о церкви На самом деле они не просто не участвуют в чем-то хорошо Или они вредят чему-то Они на самом деле лишают себя по-настоящему цельной картины своей жизни Они на самом деле лишают себя радости, полноты радости жизни От того, что многое из того, что Бог делает и что Бог проводит Недоступно для их глаз Они не видят, они не понимают, они не участвуют И тем самым они не посвящают себя так, как могли посвятить себя самому важному делу на земле Несколько лет назад мне в руки попало, ну не само письмо, а информация о письме Одного молодого коммуниста, студента коммуниста Своей невесте, который решил с ней расстаться И вот я прочитаю выдержку, небольшую выдержку из этого письма Сегодня сын мой спросил у меня Папа, кто такие коммунисты? Он прочитал первую страницу моей проповеди И у нас был хороший разговор в машине Итак, вот что пишет этот студент Среди нас коммунистов высокая смертность Многие наши товарищи убиты или арестованы Мы живем в полнейшей бедности Мы отдаем партии каждый грош Который зарабатываем сверх того, что необходимо для поддержания жизни Мы коммунисты не имеем ни времени, ни денег на кино, концерты, изысканную еду, благоустроенное жилище, новые автомобили Нас представляют как фанатиков Мы и есть фанатики Наши жизни отданы одной всепоглощающей идее Борьбе за всемирную победу коммунизма Нашу философию жизни не купить ни за какие деньги У нас есть дело, за торжество которого мы боремся Есть ясная цель жизни Наши маленькие личные я Мы подчинили великому движению человечества И если мы бедствуем Если наши личные я страдают от подчинения партии То все эти потери полностью возмещает мысль Что каждый из нас, пусть совсем немного Способствует торжеству чего-то нового Истинного и лучшего для человечества Если есть что-то, ради чего я готов умереть То это коммунизм Он моя жизнь Мой бизнес, моя религия, мое хобби Моя возлюбленная, моя жена и любовница Мой хлеб и воздух Я работаю для него днем и мечтаю о нем ночью Благодаря ему я с годами расту, а не старею Поэтому у меня не может быть дружбы, любви И даже простого разговора безотносительно к той силе Которая ведет меня и направляет мою жизнь Людей, книги, идеи, поступки Я оцениваю только с точки зрения пользы для дела коммунизма И их отношения к нему Из-за моих идей я уже побывал в тюрьме И если понадобится, я готов пойти на расстрел Посмотрите, какое безумие Какое жестокое заблуждение Конечно, если вы прочитали это письмо с вами лет 50 назад Оно было бы очень актуальным Сегодня довольно невлиятельно это письмо для нас, живущих в России Которые пережили эти 70 лет коммунизма Какая вера Какая целеустремленность Какое посвящение цели Мы видим в этом письме Страсть на самом деле Невозможно читать это письмо И не видеть, как в каждой букве Каждой строчке В каждом слое пышет Просто ревность Пышет просто Вот эта страсть Всепоглощающая Жить ради всемирной победы коммунизма Как пишет этот молодой студент Когда я читаю это письмо Я думаю, насколько верующим людям Нужно быть посвященным Божьей цели Если человек, не имеющий Духа Святого Может так говорить О безумной идее Идеологии То насколько верующим может быть посвящен Божьей цели Которая на самом деле истина Настоящая и правдива Поэтому с вами будем читать сегодня Чтобы обновить наше понимание Посвящение Божьего замысла По строительству церкви на земле В котором мы с вами все участвуем Подумайте, друзья Все мы с вами присутствуем сейчас На месте Или нужно сказать В сообществе людей Которые являются частью Самого величайшего строительства В истории цивилизации В Божьем строительстве Под названием церковь Это самое лучшее место, где стоит быть Это лучше, чем Евровидение Поверьте 2016 года И вообще в принципе И 15-го, и 14-го Это лучше, чем грядущий чемпионат мира по футболу Это лучше, чем Олимпиада в Сочи прошедшая Мы с вами участвуем В самом величайшем строительстве В самом потрясающем строительстве В Божьем строительстве Церкви Христовой Поэтому вопрос Как Бог строит Ведь не все, что называется церковь Является церковью Когда наша семья жила на Таганке То рядом с нами была так называемая Церковь Саентологии Я ходил туда Точнее сказать Не был членом Но ходил в это здание Пока не запретили посещать Потому что соблазнял Неутвержденные души саентологов Святым Евангелием Христовым Понимаете, друзья Они называются церковь Но там нету ничего от церкви Христовой Совершенно Не все то, что называется церковью Является церковью Не все то, что имеет крест На своим зданием Является церковью И поэтому очень важно понять Как Бог строит И что Он строит Сегодня мы, я полагаю, успеем только поговорить О том, как Бог строит церковь Как Он созидает церковь Наш текст довольно ясно говорит об этом Начиная с 9 стиха Павел говорит о том, что Церковь является Божьей Нивой Божьим строением И дальше стиха 10 Он рассказывает, как Бог строит Сегодня, друзья Эпицентром Божьего внимания на земле Является церковь Апостол Павел говорит в послании К 1 Тимофея, глава 3 стих 15 О церкви, как о доме Божьем Которое есть церковь Бога живого Столп и утверждение истины в этом мире Замысел Бога в отношении церкви Такой великий, такой славный Что ради нее, ради этого замысла Ради церкви Господь дал Иисусу Христу Высочайшее звание Я читаю из послания к Ефесиным Глава 1 стих 22-23 Все покорил под ноги Его И поставил Его, Христа Выше всего, главою церкви Которая есть тело Его Полнота, наполняющего Все во всем Церковь настолько славна Что Иисус удостоился чести Быть головой ее Именно церковь, друзья, является сегодня Славу Божию во все роды Как написано также дальше В послании к Ефесиным Главе 3 стих 21 И все Божьи действия Сегодня на земле Сфокусированы вокруг церкви Ну, если просто объяснить То вчера во время свадьбы Мы видели, как Никита Влюбленными глазами Смотрел на Марину В зале было немало Прекрасных девушек Но внимание его было Сконцентрировано только на одной Которая была его невестой Потом стала его женой Церковь Христова Является его невестой Его внимание Сконцентрировано на церкви На своей невесте С кем он разделит всю вечность Неудивительно, что Богослов прошлого Известный богослов прошлого Киприан Карфагенский Как-то сказал Кому церковь не мать Тому Бог не отец Невозможно говорить Об отношениях с Богом Вне поместной церкви Интересно ответить Что слово церковь Или древнедреческие слова Экклезия Что значит буквально Вызванные Призванные Употребляется более 100 раз В Новом Завете Только 15 раз В отношении Вселенской церкви Так вот Когда мы читаем В Новом Завете Слово церковь То мы читаем с вами О поместной церкви Поместная церковь Это вселенская церковь В миниатюре Рассуждать об отношениях С Богом Со Христом Вне поместной церкви Просто неосновательно Это не библейски Библия ясно показывает Что Бог работает Созидая церковь Божье присутствие В своей полноте Силе Славе И красоте Находится в церкви Потому что церковь Есть храм Божий Невозможно иметь Живые отношения с Богом Вне поместной церкви Это не мои слова Это слова нашего текста Апостол Павел так говорит Сегодня мы живем В век иудализма Потребительства Эгоцентризма И это очень серьезно Влияет на христианский мир И возможно Об этом я напишу Еще одну диссертацию Потому что Это настолько Глобально влияет На наше мышление Мир влияет на нас Не то, что мы одеваемся По-другому Играем какую-то другую музыку Или слушаем Какие-то странные вещи Это наше мышление Как мы мыслим Мы все дети Своей культуры Если у нас не будет Божье слово в сердце Мы будем мыслить Боги по-мирски На основании Нехристианских парадигм Небиблейских подходов И нам будет это казаться Очень правильным И оно правда будет правильно В этой неправильной парадигме Которая пропитывает нас Со страниц уже И христианских журналов И книг Которые часто бывают Уже изначально пропитаны Неверной мирской идеологией Вот находясь В этом веке Иудализма Потребительства Эгоцентризма Мы все больше Начинаем говорить О построении И развитии Личных отношений С Богом Друзья Каждого верующего В отдельности Тогда Когда жизнь С Богом Возможно О своей красоте И полноте Только в рамках Поместного собрания Мы помещаем Личные отношения С Богом На один полис А церковь Или сообщество верующих На другой полис Порой противопоставляя их Тогда Когда Библия Никогда этого не делает Бог Инет общение Инет общение Своё проводит Через церковь Внутри церкви С каждым Несомненно Но в то же самое время Это Сообщество Каждый из нас Является верующим человеком Но Каждый из нас Не представляет По отдельности Церкви Не является церковью Сам по себе Не менее века назад Известный Христианский мыслитель Клайв Льюис А я его процитирую Потому что Не так давно был день рождения Одного брата Который очень любит его Я тоже его очень люблю Поэтому процитирую Он так сказал Об этой проблематике Помещать на разные полиса Свои личные отношения С Богом Индивидуума И всю церковь Что в принципе Не является христианской парадигмой Бог так не делает Церковь не уничтожает Нашу индивидуальность Церковь она раскрывается В своей красоте Но именно благодаря церкви Мы начинаем познавать Бога Так вот что он пишет Христианин однако Призван не к одиночеству А к соборности Ну или к сообществу веры Он член мистического тела Чтобы понять Как может христианство Противостоять коллективизму Не впадая в индивидуализм Нужно прежде всего Разобраться в том Чем мистическое тело Отличается от всех коллективов Каждый из нас То учит То учится То прощает То ищет прощения То молит Христа О других То ждет О других молитвы Всякий день Должны мы жертвовать Своей корыстной Суверенностью И всякий день Нам воздается Сторицей Ибо лишь Жизнь В мистическом теле Поистине Взращивает личность Мы члены Друг другу Становимся Разными Как Рука и ухо Вот почему Мирские люди Так единообразны В сравнении С невероятным Разнообразием Святых Послушание Путь свободе Смирение Путь к радости Единение Путь к обретению Лица Ни индивидум Ни коллектив Вечной жизни Не наследует Ни драгоценное Я Ни масса Только новая Тварь Я добавлю Что есть Церковь Христова Нам нельзя Забывать Что когда Господь Спас нас То Он Поместил Нас Внутрь Церкви Наша Вера Является Личной Но она Не является Независимой От других Быть Настоящим Верующим Значит Быть В Церкви Христовой Невозможно Развивать Отношения С Богом Не находясь Внутри Поместной Церкви Каждый Из нас Лично Преклонился Перед Крестом Христа Увидел Его благодать Увидел Себя Грешную Увидел Его Спасителя И мы Склонились На самом деле Перед Ним Это была Личная Встреча С ним Но когда Мы Встали С колен Мы Видели Что мы Окружены Огромной Массой Подобных Нам Братьев Сестер И Это Церковь Христова Бог Строит Сегодня Церковь Друзья Не поддавайтесь Этой Нехристианской Идеологии И Индивидуализма Бог Не уничтожает Нашу Индивидуальность Но Бог Созидает Нашу Личность Внутри Сообщества Вера В Церкви Другого Пути Нету Не слушайте Эти странные Разговоры Про мои Личные Ощения С Богом В непоместной Церкви Этого Просто Нету Этого Просто Нету Это Иллюзия Это Выдумка Бог Созидает Наш Личное Дышение Собою Внутри Сообщества Веры В Церкви Так Написано Здесь Вы Божие Строение Вы Храм Божий Он Обращается Ко всем Верующим Церкви Не К каждому В отдельности Но Ко всем Как К одному Большому Сообществу Да Для Нас Выросших Многих Родившихся В Советском Союзе Мы представляем Вот Общество Как некий Коллектив Коллективизм Такое Более страшное Слово Но Не так В Церкви Божией И об этом Очень хорошо Клайф Льюис Пояснил В своей Цитате И так Бог Созидает Свою Церковь Мы Видим Здесь Во-первых Он Созидает Через Мудрых Архитекторов Это Сих 10 Апостол Павел Говорит Я По данной Мне От Бога Благодати Как Мудрый Строитель Или Буквально Архитектор Положил Основание Сих 9 Говорит Что Церковь Есть Строитель Здание И Бог Созидает Это Здание Как Созидает Через Мудрого Строителя Слово Строитель Буквально На древнем Греческом Звучит Как Архитектон То есть Он Архитектор И В одни Павла Это Слово Несло В себе Два Больших Смысла Не Просто Два Разных Значения А Две Идеи Они Были В этом Слове Архитектор Архитектор Был Тот Кто Руководил Строительством И Тот Кто Чертил План Для Будущего Здания То есть Он Был И Архитектором В смысле Тем Кто Нарисует Все Но И Был Также Генеральным Подрядчиком Тем Который Построит Все Это Мне Очень Нравится Потому Что Он Сразу Нес Полную Ответственность За Результат Не Просто Нарисовал Другой Строит Но Он Рисовал И Строил И Набирал Людей И Смотрел Чтобы Все Было Так Как Нужно Как Было Задумано Так Чтобы Все Придерживались Нужного Плана Но Архитектор Не Придумывал Что Будет Строить Ему Давал Заказ Заказчик Он Уже Был Ответствен Для Того Чтобы Реализовать Нарисовать Так Как Заказчик Просит И Построить Павел Не Выдумал Какой Должна Быть Церковь Это Это Бог Сказал Что Рисовать Но Павел Было Ответствен Чтобы Так Нарисовать Чтобы Это Соответствовало Замыслу Бога Самого Так Чтобы Построить Прекрасное Здание Церковь И У этих Мудрых Архитекторов На Примере Павла Мы Видим Было Две Ключевые Характеристики Во Первых Они Были Призванные И Одаренные Так И Написано Здесь Смотрите Стих 10 По данным Мне От Бога Благодати По данным Мне От Бога Благодати Невозможно Стать Архитектором Невозможно Быть В конечном Итоге В прошлом Апостолом Если Бог Не дал Бо Такой Благодати Да Бог дал Благодать Павлу Основывать Церкви Стать Апостолом Язычников И Это Показывает Снова Что Церковь Не Является Замыслом Людей Церковь Построена По Замыслу Бога Он Не только Задумал Но он Дал силу Для этого Дал Способности Для этого Дал Дары Для этого Для того Чтобы Построили То что он Захотел То что он Задумал Не Неудивительно Что Павел Говорит Чуть Выше Седьмом Посему И Насаждающий И Поливающий Есть Ничто А Все Бог Зращивающий Божьи Дары Братья И Сестры Они Ум И Способности Павла Сделали Его Мудрым Строителем Это Для нас Прекрасный Урок Мы Не Можем Созидать Церковь Друзья Своими Силами Своими Талантами Своими Способностями Своей Мудростью Послушайте Внимательно Мы Не Можем Созидать Церковь Собою Мало Того Если бы Это Было Иначе То Если бы Это Было Возможно То Все Наши Свершения Мы Записывали Куда Себе На счет Это Я Так Спел Это Я Так Сделал Это Я Так Проповедовал А Вы Знаете Это Все При Моем Участии Все Это Благодаря Мне И У нас Бы Росло Тщеславие Самомнение И Церковь Была Бы Сборищем Гордецов Бог Желает Нас Воспитать Смирение А Мы Гордились И Знаете Нам Нравилась Эта Церковь Поначалу Потому Что Она Была Про Меня Ну В смысле Про Тебя А Потом Она Нам Занравилась Потому Что Все Приходили И Ждали Поклонения Себе В Некоторых Западных Церквях Сейчас Уже И в Российских Тоже Появляются Такие Маленькие Надписи Какие Маленькие Такие Вот Пластиночки За Этим Местом Был Тотто Или Этот Орган Нам Подарил Тотто Эти Стулья Купил Тотто Эту Лавочку Построил Тотто Это Неплохая Идея В светском мире Но Когда Эта Идея Перекочевала Христианский Мир То Есть Опасность Незаметно Подумать Так Это Не просто Наша Церковь В смысле Я Отверждаю себя С этим Собранием А это Моя Церковь Которая Все Про Меня Тут Моя История Тут Моя Жизнь Даже И Вот Даже Есть Моя Плашечка Маленькая И Это Маркетинговая Идея Классная Скажу Она Сработает Несомненно Когда Будем С вами Строить Церковное Здание РБЦ Может Наши дьяконы Так и подумают Кирпич Там будет Твое имя Выгравлено Нет Нет Мы не позволим Пасторам Такое сделать Но Кирпич Купить Стоит Но Самое Знаете Страшное В этом Восприятие Это В том Что Если бы Так Было Если бы Так Бы Строилось Тогда Ничего Духовного Не было Построено Потому Что Духовное Строится Только Духовными Дарованиями Только Божьей Благодатью Так Чтобы Слава Была Богу Одному Мы С вами Люди Нашими Ресурсами Человеческими Не способны Ничего Духовного В принципе Построить Мы Она 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 Имела Вид Жизни Но Была Мертва Потому Что Там Не Было Созидание Божьей Благодати Более Того Бог Уже Заложил Единственный Верный Фундамент Для Церкви Самого Христа И Евангелия В основании Кстати Об этом Павел Говорит Тоже Посланник Эфеси Который Сегодня Я Маленько Цитировал Глава 2 Стих 20 Даже 19 Стих Можно Прочитать Он Так Пишет Итак Вы Уже Не Чужие Не Пришельцы Но Сограждане Святым Свои Богу Быв Утверждены На Основании Апостолов И Пророков И И Самого Иисуса Христа Куреугольным Камнем Это очень похоже На наш текст Который мы прочитали Здесь Павел Говорит Здесь Что фундамент Для церкви Уже Положен В виде Господа Иисуса Который Кругольный Камень И учение Апостольского Это Новый Завет Мы И 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 21 Век И И Поэтому Нам Не Нужен Новый Откровение Нам Не Нужен Новый Фундамент В виде Апостолов Это Уже Положено Все Мудрый Апостол Павел Заложил Уже Фундамент Церкви Нам Нужно Мудро Строить На нем Но Еще Вторая Характеристика Этого Мудрого Архитектора Он Понимающий Или Целеустремленный Он Мудрый Строитель Павел понимал, что он участвует в Божьем проекте. Это не его проект. Он участвует в Божьем проекте по Божьему замыслу, ради Божьих целей, ради, в конце концов, Божьего прославления. И вот это то, что он пытается сделать, положить в этом фундаменте, чтобы ничего в этой церкви не мешало исполнению Божьего замысла и заложить так, чтобы Евангелие проповедовалось. Это его мудрость, в отличие от псевдомудрых коринфян. Он, как мудрый, архитектор знал, Бог работает только через Евангелие, Бог работает только через свою церковь, поэтому он так положил фундамент этой новой церкви в коринфе, чтобы она была богоцентричной, чтобы она опиралась на Евангелие, укоренялась Евангелие, проповедовала Евангелие. Он знал, иначе там не будет церкви. А вот коринфяне попали в эту ловушку, они даже попытались поменять фундамент, они даже попытались другие строительные материалы закладывать. Мы видим это в стихе 10, он говорит, смотри, кто как строит, он говорит об опасности, строить не из тех материалов. Стих 11, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое Иисус Христос, были попытки поменять Евангелие Христа, поменять человеческой мудростью». И Павел все это показывает, все об этом говорит. Вот в этой аналогии Павла с зданием и его прежней аналогии с нивой или полем есть одно большое различие. На поле все само растет, посадило, но растет. А вот здание нужно строить, нужны усилия, нужно время, в конце концов, нужна инвестиция со стороны работников самих. В Дне Павла строительство храма требовало многие годы. Помните, сколько лет строился храм Соломона? Сколько времени Ира строил свой храм в Иерусалиме? Требовалось много времени. Очень много времени. И получалось так, что одни работники приходили, уходили, умирали, старели, приходили другие, и нужно было следовать по тому замыслу архитектора. И об этом Павел-то и говорит. Здесь он говорит, на самом деле, об ответственности последующих строителей, чтобы они строили на правильном фундаменте, не строили соседнее здание, не подменяли фундамент, строили из правильных материалов, так, чтобы получился тот храм Божий, который задумал Господь, и который вложил в схему апостол, как мудрый архитектор. сам, и поэтому здесь Павел тоже показывает этот аргумент, сам проект больше любого участника, и поэтому не нужно поклоняться строителям, как они делали там Павел, помните, Кифина, Аполосов, Я Христов. То есть, зачем вы делаете поклонение человеку, когда он есть, а завтра уже его не будет, придут другие на его место? В конце концов, все строители были движимы одной целью. Сам проект был больше любого из них. На днях, кстати, я увидел фотографию нашей церкви на Фейсбуке, наш день, первый день открытия. Гости там были, и все подряд, команда, чуть больше 30 человек, мне показалось так, на вскидку. Такие все помолодевшие, ну, минус почти уже 7 лет. Я знаю, что многие здесь находящиеся даже и не знают, кто там был в первой команде. И это тоже хороший признак. Та первая команда заложила правильный фундамент, фундамент Евангелия, чтобы Бог мог созидать дальше свою церковь. Время идет, а теперь мы отвечаем ответственно за то, чтобы строить дальше верно на этом фундаменте. Именно об этом Павел говорит, об ответственности последующих строителей. Итак, Бог строит свою церковь через мудрых строителей, которые закладывают правильный фундамент. Они заложили уже его 2000 лет назад. Но сам фундамент, что это за фундамент такой? Стих 11 нам об этом говорит. Я уже упомянул его пару раз. Павел так и ясно говорит, что правильный фундамент, единственный фундамент, который может быть для церкви, это есть Иисус Христос. Некоторые коринфяне думали, что фундаментом или кругольным камнем является сам Павел. Даже сделали фракцию во имя его. Но, друзья, нельзя считать никакого человека, никакого человека фундаментом церкви. Скажу, даже больше. Ни один человек не может поддержать жизнь всей церкви или даже одного христианина. Не будьте наивными, что ты один способен помочь другому поддержать его духовную жизнь. Нам нужна вся церковь. Пастору нужна вся церковь. Не стоит быть такими наивными. Павел об этом ясно показывает, многократно показывает нам. Он помогает нам вернуться от идеодористического мышления к библейскому, к богоцентричному, к церкоцентричному мышлению. И не надо ставить Бога и церковь тоже на разные полюса. Есть, несомненно, заблуждение у людей. Но Божия церковь, там обитает сам Бог. Пасторы и служители, они уходят и умирают. Живет только церковь, основанная на вере в Иисуса Христа. В церкви нет незаменимых, друзья. Простите меня за такую откровенность. Нет ни одного, нет ни одного всеохватающего. Ни одного. и не будет. Возможно, ты думаешь, что ты незаменим, но все мы заменимы. И это очень радует, потому что у Бога найдутся еще новые служители, новые труженики. Бог найдет в себе людей. Павел был всего лишь навсего строителем, архитектором, конечно, имеющим важную роль заложить фундамент, но он не был фундаментом. Он даже не придумал, каким должен быть фундамент. Что это за фундамент? Сам Бог определил, что фундаментом церкви будет Иисус Христос. Это основание, которое уже положено, является, на самом деле, по сути, историей. Историей личности. Служение. Это, по сути, история и сам факт, и сама суть. Это служение, смерть, воскресение, вознесение Иисуса Христа. Это и есть фундамент церкви. Никакое другое основание не может быть положено для Божьей Экклезии, для Божьей Церкви. Если это что-то другое, то это уже не церковь. Это означает, что если кто-то будет другое проповедовать, другое что-то проповедовать, помимо этого, помимо Евангелия, то это уже не церковь. Важно отметить, что сегодня, друзья, продолжаются попытки, как это было там, в Древнем Коринфе, поменять фундамент церкви. Поменять фундамент церкви. Кто-то пытается сделать основанием христианства церковную традицию. Для других это моральное учение Христа, как они понимают. Для третьих это социальные проекты и добрые дела, этический гуманизм или просто сентиментальная любовь. Для иных это их вероисповедание. Для кого-то это историческая преемственность. Но единственное основание церкви и христианской жизни это Господь Иисус Христос, Который умер за наши грехи на кресте и воскрес ради нашего оправдания. Без Него не будет никакого духовного строения и никакое другое религиозное здание, построенное не на этом фундаменте, не устоит в день Божьего суда. Вообще, это можно проверить даже себя, друзья. Какое здание я строю в своей семье, в своей жизни? Что фундамент в моей жизни? Для кого-то это может быть работа, для кого-то это может быть карьера, успех, статус, положение, дети, семья. Что фундамент в моей жизни, духовной жизни? Какой фундамент нашей церкви? Какой фундамент твоего служения, в конце концов? Я расскажу больше. Здесь позволю себе сказать, что на самом деле фундаментом, который выражает Христа, личность Христа, во многом является само Писание. Потому что сам Иисус сказал «Исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о Мне». Ветхий Завет нам указывает на Христа, Евангелие рассказывает о Его воплощении, Деяние рассказывает о росте Его церкви, послания нам объясняют, что есть Евангелие, что сделал Христос, и Откровение нам рассказывает о Его триумфальном возвращении, как царя царей и Господа господствующих. Поэтому мы и стараемся быть церковью Писания, чтобы иметь ближее отношение со Христом, лучше Его знать, лучше понимать, чтобы наше познание Его не было каким-то эфемерным, каким-то непонятным, но основательным, реальным, настоящим. Итак, верное основание. Но это не все. Можно иметь верное основание, а строить не из правильных материалов. Это систика 12-го Павел нам рассказывает про неправильные материалы. Наличие верного фундамента, как ни прискорбно, не защищает нас от того, чтобы построить не так. Бывает красивый фундамент, а построили какую-то хибару страшную, убогую, а фундамент был красивый, хороший, крепкий. Вот смотрите, как здесь Павел нам перечисляет стиха 12-го. Строит ли кто на этом основании или на этом фундаменте золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы? У каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытывает дело каждого, каково оно. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Вообще, потрясающий текст. Сейчас я хочу парочку таких комментариев здесь очень важных сделать. Первое наблюдение. Кажется, что Павел здесь перечисляет эти все материалы в порядке убивающей ценности. Ну, серебро, понятно, дешевле, чем золото, драгоценные камни, там, дебирсы еще не было, может быть, они не были такие красивые, хуже, чем серебро, так может кажется. Ну, потом еще, знаете, хуже пошло камни, потом дерево, потом сено, потом вообще солома. Но на самом деле это не совсем объективный взгляд, потому что иной драгоценный камень может быть лучше, чем золото, дороже, чем золото. Не это, на самом деле, Павел желает показать. Более того, он не старался зашифровать свой смысл, как это делали многие мистические религии того времени, он старался быть понятным, как можно проще, чтобы не было этого двойного ислакования, перетолкования. Поэтому он по сути показывает здесь может быть три характеристики основных, отличающих эти две группы материалов друг от друга. Во-первых, в отношении их огнеустойчивости, во-вторых, в отношении долговечности и в отношении красоты. Огнеустойчивость, долговечность, красота. Прежде всего, он показывает эти материалы, как они могут противостоять к грядущему огню испытания Божьего суда, Божьей оценки. Это он не говорит здесь про огонь чистилища, как учили некоторые средневековые богословы, что кто там не очень хороший был, попал в огонь чистилища, или как учили уже наши богословы, там, какие мытарства, надо прогнать свою душу, семь этапов мытарства, что душа твоя подочистилась, и она, бац, была готова для небес. Нет, Павел не об этом говорит здесь совершенно, это надо вчитать такое в тексте, и надо иметь глубокую фантазию, не лучше, чем сценариста Голливуда, чтобы придумать такое безобразие. Он здесь говорит очевидно про день второго пришествия, и он связывает огонь как раз с этим днем, особенным днем, здесь даже есть артикль, он показывает, что этот день значимый, важный, день второго пришествия Христа, когда Бог будет рассматривать, Господь Иисус будет рассматривать качество работы своих служителей, когда мы явимся в предсудилище Христова. В тот день будет решаться вопрос не нашего спасения, спасение дано нам благодати, оно Богом подарено, здесь будет решаться вопрос нашей награды за наш труд, за качество нашего труда, нашу мотивацию и труд духовными дарованиями. Огнеустойчивость. Понимаете, даже золото, которое расплавится, оно все же останется золотом, правда? А солома, оно сгорело, и все, нету ее, превратилось в прах. Божие, то, что Бог построил через нас, через Божьи инструменты, оно останется на Божьем беспристрастном суде. Друзья, нам не так важно, что о нас скажут люди, я об этом Павел чуть дальше будет говорить в главе 4, нам не так важно, как оценят нас люди, что подумают даже братья в церкви или сестры. Нам самое важное быть готовыми к испытанию Божьим огнем, к Божьему тесту. Неважно, впишут ли вас в историю цивилизации люди или нет, важно, что Бог скажет. Потому что в Божьем испытании многие герои этого дня окажутся пустышками и никчемными людьми. Многие же совершенно незаметные, неприметные, пренебрегаемыми этим обществом, этим миром окажутся прекрасными, красивыми сосудами Божьими, которые будут сиять как звезды, как говорит пророк Даниил. Поэтому нам очень важно понимать, что финальную оценку будет давать Бог не люди и не искать этого одобрения страны людей, не ласкательством, не чем-либо еще, как говорил наш классик, хвалу и клевету приемлю равнодушно, но искать Божьего бодрения, одобрения, Божьей поддержки, поймать, что все мы будем испытаны им в финальный день суда перед судилищем Христовым. Во-вторых, долговечность. Дерево, сено, солома точно не сохранится надолго, как золото, серебро и драгоценные камни. Человеческими усилиями можно стать достаточно быстро популярными, заметными, даже влиятельными, известными, добиться, видимо, успеха. однако, духовный труд, если он не направляется силой Божьей и не совершается соответствия с его замыслом, то результаты будут непрочные, долговечные и разрушатся. И поэтому видим, что многие церкви сегодня, религиозные церкви в мире умирают. Например, в протестантской Европе, когда наступил век просвещения, то в том веке люди подвергали сомнению в христианские основополагающие доктрины. Непрочное зачатие, чудеса Христа, Божье слово, как Божью книгу. И в то время рождается отказываемая либеральная теология, в то время наука начинает все больше продвигать свои идеи, эволюции и прочих идей. И церкви подумали, как бы нам сохранить людей? И они стали говорить, ну мы не знаем, там шесть дней творил Бог, или не шесть, может и шесть миллиардов, но это неважно. А может вообще эволюции делал. Они стали говорить, ну там и чудеса, может это просто подчутилось что-то, а может даже это просто и все объяснить может физическими явлениями. Ну просто люди тогда были древние, дремучие, не понимали что-то, и они тем самым в угоду современным тенденциям в этом обществе стали в церкви по-другому учить. Они не поменяли свои доктринальные убеждения, вероучения, которые были в документах, они суть стали менять. И это позволило церквям не потерять своих прихожан. Люди ходили, но Евангелия уже не было. Отсюда не происходило рождение свыше людей. И через какие-то 30-40-50 лет церкви стали умирать. Потому что стало уходить поколение возрожденных, спасенных людей, а те новые, которые приходили и не приходили в угоду вот этим трендам, тенденциям, церковь стали умирать. Вчерашняя свадьба проходила в англиканской церкви бракосочетания. В англиканской церкви когда-то там проповедовали великие люди, божьи люди. Сегодня это мертвая церковь. Сегодня даже братья африканцы англикане отсоединились от основной англиканской церкви, потому что англиканская церковь приняла не только гомосексуализм и прочее безобразие. И даже эти африканцы не смогли с этим согласиться. Те, которых крестили, рукоположили и назначили те более старшие люди из Англии. Сегодня лютеранские церкви в Германии продаются даже под мечети. Друзья, кто скажет, это Европа такая. Посмотрите на наши сегодняшние церкви в России. Они пустуют в основном с редким исключением. Когда Евангелие ушло, то ушла жизнь Божия. Христос на самом деле ушел. Долговечность выживет только Божья церковь. Все остальное оно недолговечное. Результаты не будут прочными и продолжительными, глубокими и трансформирующими. Можно получить внешний эффект быстро, но потом все это сдуется. К сожалению, это не происходит при жизни одного поколения. Ибо люди не понимают всю эту проблематику сильно. Но это происходит все равно. Я смотрю даже на наши баптистские церкви в Европе. Друзья, баптистские церкви в Европе во многом умирают. Там все меньше Евангелия. И это страшно, потому что мы тут праздновали каких-то 400 лет европейскому баптизму, а сегодня мы смотрим и просто ужасаемся. Я, как русский баптист, ужасаюсь. Как только уходит Евангелие, уходит жизнь Божия, сразу незаметно, но потом все начинает умирать. Красота. Это третья характеристика, которая отличает эти материалы друг от друга. они строят храм Божий. Храм Божий призван быть красивым. Как во времена царя Соломона его храм украшали золотом, серебром, драгоценными камнями. Кроме того, в Карифе было много храмов, и люди смотрели на эти храмы, величественные здания, и понимали разницу между обычным жилищем человека и храмом, который посвящен какому-то божеству. Кроме того, они знали Париусалевский храм царя Ирода, который считали одним из чудом света того времени. И они понимали, что есть большое отличие между материалами не только в плане их прочности, огнеустойчивости, долговечности, но и в плане красоты тоже. Церковь должна быть красивой, а не просто какой-то убогой хибарой. Это не о здании церковном, это о сообществе веры людей. Тут уже возникает вопрос, в конце концов, пастор, пора бы сказать, что же это за материалы такие. Вот дайте нам толкование, что значит золото, что значит серебро, что значит драгоценные камни. Представляете, Павел нам не говорит об этом. Он просто не говорит, но он дает нам хороший намек, потому что это не цель его, он не собирается перечислять, вот это правильно, это неправильно. он сказал самое главное слово. Он сказал, что если ты строишь на фундаменте Христа, значит, ты будешь строить все по Евангелию, через Евангелие, тогда это и будет строительство и золота, и братья, и драгоценных камней. Другими словами, если я строю что-то не на кресте, не через крест Христа, не через Христа, и притом распятого, то все это сено, солома и дерево. Если я строю все это через Евангелие, через слово о кресте Христовом, тогда это золото, серебро и драгоценные камни. И, конечно, тогда я понимаю, что подходящими материалами будет евангельская доктрина или доктрина Евангелия, доктрина о Христе. Это будут, в конце концов, уверовавшие люди, потому что уверовать можно только через Евангелие, по-другому никак. Это значит, что служение я буду совершать во славу Божьей, значит, через Евангелие, и поэтому оно будет во славу Божию. И, в конце концов, я буду преображаться в характер Христа, потому что только и Евангелие может поменять меня изнутри. Не просто какая-то религиозная деятельность, а служение с правильной мотивацией, благочестивым поведением и настоящей жертвенностью во славу Божию. Сегодня многие здания церковные, я имею в виду такие, не просто кирпичи, доски, а именно церковное сообщество строится на человеческой мудрости. Это может быть и популярная психология, и технологии маркетинга, и менеджмента, или просто теплая душевная атмосфера, или привлечение чем-то, угождение посетителям. Я слышал, как здесь в Москве одна корейская церковь собирала людей на собрания с помощью одного хорошего трюка. Они всем приходящим после собрания давали конвертик. В то время в конвертике лежал бумажка один доллар. И очень было много посетителей. Мне знакома одна церковь, очень большая церковь, больше трехсот человек. В этой церкви три мужчины и все остальные женщины. Почему? Потому что в этой церкви занимаются благотворительностью, дают только помощь членам церкви. Есть американец, пастор и два русских дьякона. Один в городе верующий, второй нет. Они распределяют эти все имущества, которые присылают им. А вот мужчины местного города отправили своих женщин туда чиститься членами, чтобы получать эти подарки. Ты строишь либо Евангелем, либо чем-то другим. Конечно, я привел такие очень крайне радикальные моменты, но и есть тонкая грань. Нельзя быть, несомненно, сухарем, нельзя отрицать здравый смысл построения организации того или другого процесса. Но если Евангелие перестает быть определяющим, превалирующим, тогда мы не строим Церковь Божия. Мы строим просто религиозное сборище. Мы строим религиозную хибару, какой бы красивой, привлекательной ни была. Если не Евангелие привлекает человека и оставляет его в Церкви, то мы не строим Церковь Божию. Все остальное это просто человеческая религиозность, человеческая пустота. Все это сгорит в день Божьего Суда. Поэтому любое служение, любая деятельность, любая мотивация, любое учение, любая черта характера, произведенная Евангелем, принесет Богу славу, и это и есть золото, серебро и драгоценные камни. Это будет воистину и принесет вечную награду нам, строителям. Ну и здесь нужно этим делать последнее пояснение, прежде чем я завершу сегодняшнюю проповедь. Это стих пятнадцатый. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Этот стих очень любят кидалты. Религиозные кидалты. Потому что в этом стихе им кажется, когда они читают его, ну я плохо живу, живу по-мирски, живу греховно, но все же я верю во Христа. И когда я приду к присудилищу Христову, все Божий огонь испопелит, но спасение это у меня есть, я не переживаю, я паду в рай. Поэтому буду жить дальше как хочу. Ну прям знаете, оподрение хорошее, понимаете, все сгорит, но сам спасется так, как бы из огня. Ну как вот по-другому не подумать, это же прямо стих утешение большое дает некоторым людям, особенно прямо, вот, да, жизнь моя плохая, неказистая, но гори, она вся пропадом, главное, что там в день суда я буду в небесах. Ну понимаете, апостол Павел здесь совершенно не говорит о плоских верующих. Он не говорит об этих кидалтах из первых четырех стихов. Он говорит о тех, кто строит. И здесь он говорит, обращается к церковным лидерам. Церковным лидерам. Потому что верующие, они само это здание. Они сами эти камни. А вот как эти камни кладут, по какой схеме кладут, за это отвечают лидеры церкви. Почему и прежде всего служителям церкви нужно отвечать за то, что происходит в церкви? Как мы живем, что мы делаем, почему так происходит? Это первый вопрос к пасторам церкви, к лидерам служения нашим. И вот у них здесь есть ободрение. Такое, знаете, я бы сказал, очень грустное ободрение. Ты можешь строить не по-божьему, и это не даст тебе настоящей радости, и все это погорит. И награды ты никакой не получишь. Придешь ты на небо, пастор, может быть, большой церкви, а все, что строил, это было немотивированное Евангелием. Придешь и посмотришь, там какой-то неизвестный член церкви сияет, а этот пастор, ничего у него нет. То скажешь, ну вот пасторы, да, такие. Так это не только, друзья, относятся к пасторам, это относится и к лидерам служения, ты преподобаешься в школе, как ты оставляешь своих детей там, ты организовываешь музыкальное служение, чем оно движимо, красотой пения или Евангелием. Это относится к любому из нас, который несет какую-то ясную и понятную ответственность, где он создает некоторую идеологию движения. Друзья, про каждого из нас мы поговорим в следующий раз. Это последующие стихи, 16-17 стих. Но Павел завершает свою мысль здесь, прочее, сам пасется из огня в отношении церковных лидеров, которые стали строить дальше, когда он заложил фундамент, уехал, ушел оттуда. Как они строят дальше? И он говорит, смотри, кто как строит, берегись, чтобы не построить то, что все погорит. Этот текст на самом деле признан отрезвить лидеров любого служения, чтобы они строили зверных материалов. Можно строить на самом деле служение на личной харизме, на позитивных чувствах, настроениях людей, на человеческом интеллекте, на эмоциональных переживаниях, на привлекательствах и так далее, и так далее, и тому подобное. Но если не строить на Евангелии, то это все сгорит. Несомненно, нам приятно всем иметь добрые душевные чувства. Мне тоже приятно с радостью всех обнять, пообщаться, попить чай. Но если это является основанием нашего служения, то это все сгорит. Если это является основанием нашего служения в группе малой, или лидерской команде, или в нашем хоре, или где-то еще, если не Евангелие, не Христос, то мы постоянно будем не испытывать удовлетворения, и даже более того, мы будем конфликтовать и устраивать распри. Это то, что происходило там, у коринфиан. Они не строили тех материалов, они пытались поменять фундамент, и поэтому были в непрекращающихся конфликтах конфронтации, распрях и спорах. Только там, где люди покоряются Евангелие, только там, где они сознают, что они спасенные грешники, они открыты прощать, любить, служить, в конце концов, принимать и искать пользу другого, а не себе. Как только эгоцентризм начинает царствовать в нашем религиозном сознании, мы начинаем конфликтовать. Евангелие рассмиряет нас, Евангелие помогает прощать, дает нам благодать любить. Без Евангелия невозможно построить по-настоящему единую, миролюбивую, принимающую церковь. Это невозможно. Это абсолютно невозможно. То есть, я понимаю это, понимаю, что в день суда Бог будет оценивать нас в позиции того, что было в центре нашего служения, то мы постараемся сделать все возможное, чтобы не лишать силы креста Христова, то есть, не использовать те подходы, принимать те решения, которые будут это делать, и будем искать только одного ободрения и одобрения. Это от Господа Христа, а не от людей. Но об этом мы с вами будем говорить уже в следующий раз. Давайте помолимся. Отец Небесный, благодарность себе за то, что мы являемся участниками такого прекрасного славного строительства во всей вселенной Церкви Христовой. И это удивительно, что Ты, Господь, захотел это делать через нас и делать это из нас. Потому что мы смотрим на себя и мы видим много недостатков. Мы смотрим на себя и видим немало тщеславия и гордыньки. Мы видим свое несовершенство, но мы удивляемся Твоей благодати и милости, что Ты не только простил нас, но Ты наделил нас духовными дарованиями и Ты нас ввел в свое Царство возлюбленного Сына и присоединил нас в Своей Церкви, крестив туда Духом Святым и стал из нас созидать это прекрасное стройное здание. Господи Иисусе, мы нуждаемся в том, чтобы помнить фундамент наш и строить из нужных материалов. Господи, богослови особенно лидеров нашей Церкви на каждом уровне, чтобы мы смотрели как строим, чтобы ничего человеческого не проходило и чтобы мы были чутки к работе Твоей, чтобы были внимательны к Слову Твоему. Господи, пожалуйста, благослови каждого из нас быть участниками этого славного строительства. Господи, мы хотим, чтобы и РБЦ, как Твоя Церковь, понесла много славы Тебе, Господь, одному. И мы хотим, Господь, чтобы Ты воял из нас, Господь, красивое которое бы являлось славой Твоей этому миру, где было бы меньше нас и было больше Тебя. Господи, благослови нас в этом, помоги, чтобы крест Христов всегда возвышался как в нашем слове, так и в нашем деле, так и в нашем мышлении. И чтобы проповедь креста Иисуса была нашим великим делом, нашей большой радостью. Господи, благослови этот город, пусть он видит, как здесь строится красивая церковь, не просто как очередная новая высотка, но чтобы она была прекрасным маяком спасения и прекрасным притягательным магнитом для грешников. Господи, призывай людей, мы хотим быть таким собранием, мы хотим, чтобы любовь Твоя расцветала в нашем сообществе, мы хотим, чтобы имя Твое превозносилось в нашем собрании. Добрый пастор, веди нас дальше, мы нуждаемся в Тебе, Господь, Ты начал это строительство, продолжая его дальше. Благослови, Господь, нас к славе Твоей, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.